всем привет тамадан номер 1 на связи и сегодняшний день я начал с вишни а вернее с черешни собрал аж два ведра вкусная наверное черешня попрошу маму компот сварить многие девочки коломычки не любят кушать дутур какая у меня разница я то дутур люблю короче а на рынке сейчас надо купить дутур дутур есть у вас баранин о красота он помыт и даже да а почем 70 рублей девчонки килограмм пожалуйста а это видеоблог да я про него даже песни сочинился про дутур все про него сочинять его кушать надо да про любых так я про любовь дутуру сочинил песня а я люблю дутур ах так не дать чисто дутур не побольше дайте конечно прям пакет такой же дайте еще один хотел поговорить о мотивации мотивация бывает разная вот раньше мной двигала мотивация вопреки на зло до хотелось кому-то что-то доказать вот а сейчас мной движет мотивация ради ради себя любимого ради своей семьи ради своей родины вот вроде бы мелочи но жизнь совершенно поменялась ребята качество жизни поменялось все же наша жизнь зависит от нашего восприятия перед и перед и перед и перед и подать какую песню я напеваю вы наверно спросите бадик не чушь что все время такой позитивным что такое радость и трой секрет поделись миром очень именно поделись секретом все что все время такое радостное счастливое по-настоящему живет тот человек который задумывается о смерти ну вот живем думаем что нам жить еще в ближайшие лет 200 на самом деле жизнь она очень коротка посмотрите фильм достучаться до небес когда им остается буквально несколько дней жить и они наконец-то начинают настоящему жить на полных а вот поэтому я задумался а зачем себя доводить до крайности когда уже знаете такой старенький присутить и задумываешься чем чем я не живет поэтому не надо ни о чем жалеть надо просто жить все я на месте сейчас будем читать лекцию всем привет всем здрасьте от семидов всем привет привет так cova 5 5 5 5 5 5 5 опа-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о ниспегалас сильные руки делаем а ведь его про свадьбы прос WILLIAMS Всем привет! Привет! А теперь для моего видеомолога скажите насчет речи тамада number one. Посмотрите еще раз. Тамада number one. Три, четыре. Тамада number one. Три, четыре. Тамада number one. Три, четыре. Тамада number one. Подумайте, что я всегда такой веселый. Я могу быть и грустным, и злым даже иногда. Вот. И ничего там плохого не вижу. Мы все люди. Иногда надо выплеснуть пар. Вот. И каждый из нас ищет возможность самоутвердиться. Правда кто-то самоутверждается на других людях. Унижает. Ха-ха-ха. Или вот как сейчас я иду на полной скорости, мчаться по дороге. Хотя вокруг дома, жилые кварталы. Но им все равно. Эго превыше всего. И через 10-15 минут они могут сбить человека. Но им все равно. Кто-то ищет возможность самоутвердиться нормально. Там записывается в секцию спортивную. Пытается поставить какие-то рекорды. Дорогие наши водители, вообще хотел вас поблагодарить. Я заметил интересную особенность. Это не только у нас в Халмейкии. Это, наверное, в принципе по всей России так. Когда идешь по пешеходному переходу и водитель останавливается, такую благодарность испытываешь к нему. И он смотрит на тебя, как боярин на хлопа. И рукой показывает. Ну давай, давай, быстрее, быстрее. Я не обобщаю. Есть хорошие водители. Есть, к сожалению, невоспитанные люди. Иду я, значит, в жилеточке своей любимой. Вот, кстати, по поводу вещей. Когда был студентом, я страдал вещизмом. Я каждый день старался одевать разные вещи. Причем заморачивался. Для меня очень важно было, чтобы одежда была фирменная. Гуччи, Louis Vuitton. Я старался покупать настоящие брендовые вещи. Но вот с годами как-то мне пофиг стало. Я хочу выглядеть хорошо, быть атлетичным, спортивным. Но вот во что я одет, мне кажется, не обязательно, чтобы одежда была фирмовая или какая-то брендовая. Главное, чтобы она хорошо сидела, хорошо выглядела, чтобы в ней было комфорта. Ну все, ребят, сейчас я дойду до третьей школы. Выступлю там на выпускном. И после этого мы с Бахой поедем в ресторан Алтангеру, где состоится выпускной у Лицея. Он же Цот. Так, ребят, короче, я нахожусь сейчас возле порога своей любимой третьей школы. Что-то какие-то грустные здесь выпускники. Обычно в трешке все кипит. Вот в ночь выпускного. В ночь народа сегодня значительно меньше, чем в прошлые годы. Посмотрите. Вас пришел поздравить выпускник 2005 года. Плодмаччимида! Поплодисменты, друзья! Поплодисменты! Процессии на целом свете! Нашу школу! Ребята, с праздником ура! Я думаю, что для каждого человека самый родной будет та школа, в которой он учился. Короче, здесь вот так. Вот так. Это младший блок. Я на втором этаже учился. Классная руководительница в начале класса была Каласкова Ольга Ивановна. Передаю огромный ей привет. Такие беззаботные дни мы постоянно ходили в походы. Ольга Ивановна участвовала активно в нашей жизни, в моей творческой жизни. Я с самого детства пел, участвовал в различных конкурсах. И она всегда, как вторая мама, заботливо бегала со мной, с этим реквизитом, с костюмами. Так что ей огромное спасибо. Короче, не мог дозвониться я до Бахи, потому что у него вообще сеть здесь не ловит. Но, слава богу, машину я его все-таки нашел. Сейчас он загружает. Я делаю вид, что занят, общаясь с вами и не помогаю ему, так сказать, тяжелые колонки. Бах, оказывается, вчера тренировался. Ты вчера тренировался? Да. Ноги качал. Короче, думал, что он без настроения сейчас ходит. Не, не буду снимать, у него такая веселая походка. Вот, завтра я выступаю на конкурсе красоты и сокровища Калмыкии. Вот, послезавтра у меня целый день съемки. Каждый день очень насыщенный такой. Сегодня, сегодня что-то настроение было хреновое. Вот. Бывает такое. Ну, у меня очень быстро проходит этот негатив, там, депрессия, потому что я от нее не бегу. Депрессия, как дама в черном. Пригласи ее, посади за стол и послушай, о чем она тебе расскажет. Смотрите, какое красоту вот наши родители. Специально для своих детей. Студия Декор Ангел. Студия Декор Ангел, да, просит здесь пропиарить, прорекламировать. Студия Декор Ангел. Какой там телефон? Ну, ладно, пускай в гугле пробивает. Короче, мой любимый Алтенгерл. Все уж, наверное, знаете, что это мой самый любимый ресторан. Когда у меня будет свадьба. Я надеюсь, что в этой жизни у меня будет свадьба. Я надеюсь, что она пройдет именно в ресторане Алтенгерл. Вот такой стол. Шведский сладкий стол. Нет, Бат, нельзя, нельзя. Как же твоя трансформация. Так, короче, я, как всегда, с сумкой. Ну, вот как-то вот так я сегодня буду выглядеть. Вот так. Минут. Да. Я, наверное, самым пафосным выпускном сегодня буду работать. Смотрите. Заморочились родители. Родители тоже хочу поздравить. Они, наверное, больше всех стараются. Потому что надо же столько денег потратить, столько времени, нервов. Найти экзамены. Следить за тем, чтобы дети подготовились, выпустились, поступили. Поэтому, родители, спасибо вам большое за праздник. Праздник. Красота. Так, Бах вчера приседал. Ноги у него болят, настроения у него нет. Поэтому сегодня придется поднимать настроение не только ученикам, учителям и родителям, но и Бахе. Я хочу, чтобы мой диджей радовался. Радовал. Хочу тебя сегодня радовать. Вложу самое ценное и нужное. Я желаю тебе сделать правильный выбор и встать на ту дорогу. О, ребят, я что-то забегался. Не было времени даже подснять. Так. Они сказали, у них нет танца. Это вы с ними уточните. Они не сказали, у них нет танца. Просто я у них спрашиваю, они говорят. Ну, пускай подойду. Так, ребят, ну, короче, много здесь таких организационных моментов. С опасанием начали. Ну, буквально на 20 минут мы сейчас задерживаемся. В принципе, нормально, нормально. Сейчас будет праздничный салют. Поймут тебя самолетаром. Возьми весел, покричу, канави огибая. Тебя мечтают, научу, теперь одного зная. О-о-о. У-у-у. А-й-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е. Только улыбайся. Улыбайся. Забил слезки вдали. Релоди мой крупный. Рискуя время, цели мы села, тора дали. А-а-а-а. Поехала! Ура! Ура! Спасная у меня работа, да? Поздравляю с праздником и выпускниками Поздравляю! Всем удачно поступить в этом году в ВУЗы! На классе провели суп, приезжать чаще домой! Ха-ха-ха! Класс! Ура! 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 Ура!